Добрый вечер. На дорожную безопасность у нас существуют три основных точки зрения. Первая депутатская. Чем больше денег, тем, соответственно, безопаснее. Вторая полицейская. Нам все равно, сколько потратить. Третья экспертная. Безопасность зависит не от денег, а, в первую очередь, от неравноправия участников дорожного движения перед законом. Все три позиции пересеклись вчера в понедельник на официальном отпевании федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения, которое прошло в правительстве. На правительство были приглашены все заинтересованные представители разных сторон. И все вместе они узнали о том, что, самое главное, бюджет будет урезан. Федеральная целевая программа по безопасности дорожного движения уже сейчас у нас доигрывает второй тайм. Первый тайм разразил нашу страну восторгами и достижениями в период с 2006 по 2012 год. Это была фантастическая совершенно коллизия стоимостью 48 миллиардов рублей. ГАИ заказала себе федеральную целевую программу, назначила себя главным исполнителем и назначила себя главным смотрящим за исполнением этой федеральной целевой программы. Никаких серьезных результатов эта программа не достигла. И единственный результат, который можно реально потрогать руками, это федеральное казенное учреждение под названием Дирекция по управлению федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения. То есть это большое количество очень достойных людей, грамотных специалистов с хорошими зарплатами за письменными столами в галстуках и при компьютерах. Вот именно на них и ушло 48 миллиардов рублей. Настолько всем понравилась работа этих людей на 48 миллиардов, что программа была признана блистательно исполненной. Безопасность на наших дорогах достигла совершенно феерических показателей, о чем мы с вами, естественно, каждый день видим. Благо мы участники результатов и последствий этой федеральной целевой программы. Но с топом программа была продлена до 2020 года и в порыве благоденствия, а также в момент награждения и поощрения, а это была очень официальная серьезная церемония, которую даже краешком можно было по телевизору посмотреть, пообещали 100 миллиардов на ближайшие годы. Потом долго мялись, выяснилось, что в бюджете денег нет и всех позвали и сказали, ребят, ну 30-ку вам, стольничек это, пожалуй, жирно будет, за 30-ку, пожалуйста, то же самое. Во-первых, понятно, что в бюджете денег действительно нет, потому что все-таки президент-спортсмен обходится нам гораздо дороже, чем президент-алкоголик. У нас вот грянула универсиада в Казани. Казань – вечный город, ей тысячи лет. Хотя современные ученые в этом сомневаются. Вот сейчас как раз в интернете были найдены достоверные видеоматериалы, подтверждающие, что Казани, конечно же, никакая не тысяча лет, а 10 тысяч лет. И когда среднестатистический житель той самой древней Казани уже ездил на автомобиле, окрестные малые народы только-то ли, только-только вот приноравливались к изобретению лаптя, чтобы начать хлебать щи. А здесь уже все было хорошо, и, конечно, нужно было воздать должное этому древнему городу, поднять его инфраструктурное качество на серьезный современный уровень, построить какое-то количество развязок, спортивных сооружений, и что и было сделано абсолютно правильно, потому что города, конечно, надо развивать, а такие исторически бесценные тем более. Но у нас впереди еще реконструкция города Сочи, закупка снега за рубежом. Нужно будет все-таки дейчелом все это доставить в субтропики и попытаться там как-то сымитировать зиму в ближайшее время. Потом у нас чемпионат мира по футболу. Короче говоря, ну не до этой вот самой федеральной целевой программы. Что приятно, федеральная целевая программа не имеет ни малейшего отношения к безопасности на дорогах, поэтому есть она, нет ее, не играет никакой роли. К нам это не имеет ни малейшего отношения. И ее недофинансирование абсолютно ни о чем никому не говорит. Единственное, что в связи с обнародованием финального бюджета был явлен миру совершенно засекреченный человек, о существовании которого нельзя было по прямым и косвенным источникам даже догадаться, это как раз генеральный директор федеральной целевой программы Андрей Погребняк. И он спокойно сказал, что, ребят, да не волнуйтесь, да хватит нам этих денег. Вот это как раз официальная позиция полицейских, что да нам сколько, не дай нам все во благо. Ну, конечно, 100 миллиардов было бы слаще потратить, да и на 30-очку мы отлично все сделаем. У нас есть проверенные методики. Мы займемся пропагандой. Мы будем усиливать профилактику. Как мы это будем делать, вы никогда не узнаете, потому что как усиливается профилактика за 30 миллиардов, я не знаю, потому что я не заметил, как выглядела профилактика за 48 миллиардов. Ну вот почему-то не заметил. И пропаганду я тоже не заметил. Поэтому 34 миллиарда с копейками, вернее 32,4, отлично будут потрачены. Депутат Лысаков, он долго маскировался под приличного человека, как было сказано в одном фильме, он пожаловался, он сказал, нет, ребят, ну вы что, так серьезно сократить? Да нет, ну, а как? 20 миллиардов не додать? Вы представляете, как это потом аукнется? Это как раз депутатская точка зрения. Тут ничего удивительного. Чем больше денег, тем, соответственно, выше результат. И вот тут же одернул умница Блинкин. Он сейчас занимает у нас потрясающую должность главы Института экономики транспорта и транспортной политики при высшей школе экономики. Так вот, умница Блинкин сразу сказал, что там вообще-то сократили не вот эту вашу профилактику и пропаганду, а сократили такие капиталоемкие статьи, как, например, установка комплексов видеофиксации. А комплексы видеофиксации, они имеют отношение к чему угодно, только не к безопасности. В первую очередь к пополнению бюджета. То есть косвенно получается, что с позиции Лысакова, чем меньше видеокамер ограбят людей на дороге вопреки Конституции, тут тоже есть интересная коллизия по 49-й статье, тем, соответственно, серьезнее пошатнется наша безопасность. И ничего подобного она совершенно не пошатнется. То есть если вы вдруг ограбили людей меньше, безопасней или опасней от этого не становится. Михаил Блинкин как раз это единственный человек, которого там имело смысл послушать на этих отпеваниях, потому что он о безопасности знает, и он, во-первых, привел пример генералиссимуса Франка, тот самый, который я тоже многократно вам пересказывал, когда генералиссимус решил, что нужно что-то делать с безопасностью на дороге, начал с себя и стал ездить по правилам. Потому что самое основное, откуда и начинается низкая культура вождения, правовой нигилизм и несоблюдение правил дорожного движения, это от поведения элиты. Элита задает тон в обществе. Если по какой-то причине вдруг выясняется, что общество пронизано коррупцией, давайте посмотрим внимательно вверх и принюхаемся к голове. То же самое, абсолютно то же самое происходит на дорогах. И до тех пор, пока у нас не будет равноправия всех перед законом, до тех пор у нас не будет никакой безопасности. Но 32,5 миллиарда рублей будут потрачены на что угодно, только не на равноправие, поскольку равноправие зависит всего лишь от одного указа и от поведения всего лишь одного человека в этой стране, а не от денег. И тем более, что Михаилу Блинкену уже сразу дали понять, что это вопрос политический. Он зависит уж тем более не от федеральной целевой программы, которую ГАИ сама себе заказывает на наши с вами деньги. Еще в отпевании федеральной целевой программы принимал участие, конечно же, Колокольцев. Он сказал, что они займутся детьми, детям нужно будет сделать специальную прививку безопасности. Тоже любопытно, у нас сейчас подросло поколение правовых нигилистов родителей, которые обычно ходят на красный, очень любят выставлять коляску на проезжую часть из-за какого-то припаркованного автомобиля. В принципе, довольно странно себя ведут. Так вот, с этим поколением, что бы то ни было делать, уже поздно, поэтому детям будут делать прививку по безопасности. А на 32 миллиарда рублей повысит культуру вождения. Не очень понятно, как именно будут повышать, но у Колокольцева сказал, что повысит, значит повысит. Он честный, замечательный, у нас нет оснований ему не доверять. При этом еще усилением контроля пропаганды водителей он займется. Это в одно предложение, поэтому попытайтесь разбить его на спасловые отрезки, чтобы понять, чем конкретно они займутся на 32 миллиарда рублей, потому что у меня не получается. И в отдельную категорию выведены пешеходы, которые, как всегда, ни в чем не виноваты, поэтому их будут переводить за ручку, и здесь нужно будет сделать, опять-таки, светофоры, разметку, и то, что треть ДТП связана именно с ними, в данном случае абсолютно мимо кассы. Единственное, еще рациональное зерно, ну, кроме выступления Блинкена, сводилось к тому, что там мелькнуло упоминание о помощи на дорогах. Вот некие трассовые пункты экстренной помощи, но про них тоже подробно никто ничего не сказал. Перерыв на новости. Истерически обидчивый сайт, не имеющий отношения к пробочным победам Собянина, констатирует 9 баллов. Город стоит на сайте Mail.ru. 10 баллов. Движения нет. 65, 10, 9, 9 и 6. Давайте попробуем в эту эклектичную кучу добавить горсточку новеньких автомобилей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Алексей, ваше отчество. Александрович, я вам звонил буквально на прошлой неделе. Хорошо. Вот, сейчас удалось еще раз дозвониться. Но я хотел у вас уточнить. А не знаете, где собирается этот топель? У немцев. У немцев? Да, у них в Рюссельхайме основное производство. Ага, и они привозят именно из Германии сюда? Да, да-да-да, германская сборка у них, там еще рядышком полигончик в Дуденхофене, и все вместе это порождает такое чудо природы, как Opel Insignia. Вы боитесь русской сборки, Алексей Александрович? Да, к сожалению, слишком хорошо знаком с сборкой 308 Peugeot, 408 и так далее. А 408 вы где успели уже попробовать? У меня у товарища, который, по сути, мне машину обслуживает, у него 408. И что там? Все плохо. Какие тревоги-то? Значит, он себе взял дизель, но сборка, там, где-то болтика не хватает, где-то, не знаю, что-то отваливается, болтается. Такое впечатление, что на десятке едешь. Ну, это хорошее впечатление, это наша Родина, и чувствуешь, что то ли котики пописали, то ли Родина не отпускает. Разве плохо? Плохо, согласен. За такие деньги, да. Да, вот это как раз вопрос цены и качества. Непонятно, почему за такие деньги такое нам предлагают. Так вы с Insignia уже что? Вы уже с ней обручились? Пока еще нет. Пока еще нет, сейчас, скажем так, томное ожидание. Вы ее заказали? Пока еще нет. Алексей, подождите, вот я на днях получил совершенно потрясающий пресс-релиз в почту о том, что один из крупнейших игроков на нашем рынке начал распродавать машины, вдумайтесь в это, 2012 года. Это говорит о том, что по рынку сейчас начинается паника, и для того, чтобы выполнить план по итогам года, начнется прогиб под клиента. Если не начнется, тогда мы с вами можем чуть-чуть подождать января, когда им совсем уже смерть замаячит в форточку. Вот тогда они будут сговорчивые, нежные, ласковые. Тогда можно будет купить машину по очень хорошей цене. Тем более та же самая Insignia, она будет уже устаревшего 2013 года, и можно будет вот этой методикой обхода разных дилеров и выбивания из них процентика, двух, трех, четырех, пяти, получить нормальную цену на машину. Потому что в действительности оно столько не стоит ничего из того, что продается по этим деньгам в нашей стране. В принципе, ничего. Честно говоря, я примерно так и планировал сделать перед Новым годом. Новогодние скидки, вся фигня. Да-да-да, все правильно. Искренне желаю всем дилерам как можно быстрее разориться, а представительством накрыться медным тазом и с позором покинуть нашу страну. С тем, чтобы в следующий раз прийти и уже относиться к нам как к клиентам, а не как к податному населению, которое почему-то им обязано. Ну вот, я, например, не понимаю, почему. Павел, здравствуйте. А, да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Павел. Вот хотелось, информацию услышал, буквально, наверное, вчера-позавчера не смог дозвониться. Вот гаишникам теперь разрешили с номеров вот листики срывать, если кто-то там вот заклеил себе. А я хотел вот узнать, как бы, ну, это, в общем-то, наверное, такими делами они не будут заниматься. Ведь это, наверное, надо приравнивать как будто, ну, без номерного знака машина, в принципе. Если закрыт регион или цифры какие-то. Знаете, вот ГАИ ведет себя как начинающий бандит на разборке из Сирии. А чем ты за базар в натуре ответишь? А мы сейчас на тебя ментов натравим, они тебе будут листики срывать. А что ты еще придумаешь? Вот в правовом поле вот подобный вид реакции говорит только о том, что люди, провозглашающие подобные действия, как официальные лица, понятия не имеют, что написано, во-первых, в законе о полиции, во-вторых, каковы у них непосредственные обязанности и вообще о чем разговор. Это вот именно по-пацански. А я с финкой приду, а я с топором, а я соседа позову, а я еще кого-нибудь позову. Вот такая вот разборка. И нам с вами какая разница? Что бы они ни говорили, что бы они нам ни рассказывали, если вы, Павел, например, из той категории людей, у кого к номеру приклеился листочек, то никакой серьезной применить к вам статьи не получится. А если какой-нибудь дяденька подкрадется к вашей машине, а вы, например, со спины по какой-то причине не разглядели, что у него вот эти синие портки, это не школьная форма, а милицейская, то перед тем, как выронить из рук тяжелый предмет ему на голову, вы можете сказать «Ой, извините». Я не просто так вопрос задал. А я хотел случай привести, со мной был, вот если вы раньше помните, транзитные номера бумажные были, и мы их все время на стеклах клеили. Да. Глубовые. Помню, конечно. И вот теперь, да, вот новый образец, его надо обязательно на старый номерной знак, ну как бы на то место обязательно. Не обязательно, нет. Они, Павел, двух видов. Вы выбираете, вы приходите в ГАИ, вы можете взять старого образца, приклеить на стекло, можете взять новый, ставить номерную рамку. На ваше усмотрение. Ну, понятно. И я хотел случай свой рассказать. То есть я вот этот новый номерной знак образца повесил, как вот на лобовое стекло, как раньше мы делали. И, значит, ДПСник останавливает меня на посту ГАИ. И сначала ко мне не подходит, он меня фотографирует сразу этот номерной знак. И уже потом спокойно подходит, и он знает, сколько с меня уже можно получить денег за это. Ну, там же лишение идет или что-то, или как-то, да, вот. Ну, знаете как, и не что-то, и не как-то он вам пытается инкриминировать статью о том, что вы без номеров едете, или на пять тысяч разводят за то, что вы не в неустановленном месте. На самом деле, ну... Но с той позиции уже разговор свой ведет. Да, он ведет с позиции, а почем ты купишь у меня этот файл? Ну, то есть там фишка в том, что бумажку старую вы клеите на стекло, бумажку новую вставляете в рамку, и не наоборот. Вот только в этом. В данном случае пришить вам езду без номеров, отобрать у вас номера, я бы ему дал такую возможность. Я бы с удовольствием отдал бы ему водительское удостоверение, и потом при помощи прокуратуры бы разбирался, как именно он будет выкручиваться. Это чрезвычайно увлекательная коллизия. Ну, в силу того, что я просто никогда никому не плачу, не считаю нужным этого делать. Я понял. И по автомобилям маленький вопросик. Да. Киа Сит, вот, или 1.4 мотор, или 1.6, вот, как вы просоветите? 1.6. А 1.4, что там в нем? Вы на автомате или на ручке? Ручка. Ну, на самом деле, на ручке нормально, потому что 1.6 очень хороший мотор, он просто совсем сказочный. 1.4 – достаточный мотор. Он эту машину будет с большим удовольствием таскать где угодно. А по рынку, вот, потом мне ее легче какой? 1.6 или 1.4 будет продать? Ну, года через два, через три. Это будет зависеть только от цены. Ага. Если машина не продается, на нее снижается цена. А, все понял. Ну, спасибо огромное. Спасибо вам, Павел. Дмитрий, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте, Дмитрий. Я рад вас слышать. Здравствуйте, Сергей. Вы не поверите, как рад слышать я вас. В отличие от предыдущих дозвонившихся, я первый раз это делаю за, наверное, два месяца периодических попыток. Мы испытываем, Дмитрий, обоюдный восторг. Да, абсолютно согласен с вами. Я даже уже успел прокатиться по московским пробкам. Не знаю, как 9-10, но действительно все очень стоит хорошо. Очень, очень, к сожалению. Тенденция последних нескольких недель. Вопросик у меня следующий. Я присматриваю себе некое подобие семейного автомобиля. Давно мечтаю подобраться к BMW. О семье или о машине вы мечтаете давно? Семья уже есть. А, ну, это аксессуары, да. Это аксессуар к семье, правильно? Да, да. Вот. И присматриваю как раз-таки себе вариант универсал, третья серия. Ух ты. Ну, вот очень как-то все-таки лег на душу. Красота какая. Уже посидел, пощупал, да, посмотрел, понял, что, естественно, семейный вариант – это все-таки больше универсал. Да. И вопрос следующий. Что же все-таки брать? Двухлитровый бензин или двухлитровый дизель? То есть при общих характеристиках и ценовая категория где-то более-менее одинаковая. Что смущает? Никогда у меня не было дизеля, хотя большая практика у родителей с дизелями. Ну, и вот все-таки дальше в Москве-то на дизеле, по большому счету, в нашей стране ездить нельзя. Хотя и в Москве можно получить. Да. А траву как-то упоминалось с вами. Конечно. Дмитрий, вот правильно заданный вопрос содержит 60% ответа. Если вы на этой машине собираетесь ездить по стране, то лучше бензин. Если будете красться тихонечко московскими дорогами, то дизель замечательный. С парой вылазок туда вот от одной колонки проверенного оператора к другой колонке не менее проверенного оператора. Поскольку дизель у нас всю жизнь будет плохой. Он будет дорогой, он будет плохой, потому как, а с чего бы ему стать хорошим, если и так сойдет? Это да. И еще вопросик такой относительно автомобиля, который есть на данный момент. Это Mitsubishi Lancer Rally Art. Ух ты. Что можно сказать? Ух ты. А Rally Art в нем что? Rally Art в нем что? Ну, собственно говоря, полный привод. 241 лошадка на 98-м турбированный двигатель. И роботизированный автомат. Да. И как вы с ним будете расставаться? Не знаю. Честно скажу, с автомобилем расставаться не хочу. Но отвратительное обслуживание в России, кроме Rolf, собственно говоря, никто запчастей найти не может. А Rolf, как вы сами знаете, у нас славится в основе отношений с клиентом. Да, конечно. Но, Дмитрий, вот после такого даже BMW вам не поможет. Обретайте семейные ценности. Новости. Пользуясь тем, что Москва пока не стоит в мертвых пробках, покупаем себе новые автомобили. Так, Марат, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Большое вам спасибо за передачу. Я ваш недавний поклонник. Спасибо вам, поклонник. Совсем недавно узнал вашу передачу. И вот благодарен вам, наверное. Во-первых, вы меня... Передача-то свеженькая, только-только началась совсем недавно. Так что вы ничего не потеряли. Ну, на финансовом, да, вот совсем недавно началась. Раньше вас не слышал, но спасибо вам, во-первых, за то, что вы мне объяснили, что конкретно в моем автомобиле так меня радовало. А вы смогли доступно мне объяснить. Я езжу на 9-летнем Ланцере. Тибиши Ланцер 9-го. Универсал, 2 литра, на ручке, естественно. И вот сейчас скажу, может быть, такую вещь, которую, наверное, слух не стоит произносить, но вот фу-фу-фу, ничего никогда не ломалось. Потому что он 9-й, был бы 10-й, развалился бы давно. Да, и вот только вы объяснили, что японские инженеры и рабочие, оказывается, как-то умеют заговаривать эти автомобили. И мы вот с ним 230 тысяч проехали. Ух ты. Прямо вот душу радует. И вот встал перед вопросом замены автомобиля. Очень хотел вам дозвониться до покупки автомобиля. В итоге купил новый автомобиль супруги. Вот купил Шкоду. Такое алиби. Не себе, супруге. Шкоду. Супруге, да. Октаве. Но себе тоже присмотрел автомобиль. Поэтому вот у меня по Шкоде и Октаве есть вопросик, который вот хотел упочнить. Шкода Октаве новая, вот эта Ахинь, которая только вышла. Ух ты. Вот. 1.8 турбированная. И такой совет от вас буду слышать. Нужно ли туда оставить турботаймер? Поскольку машина быстрая, ездит быстро. Нужно ли как-то? Или это все уже так и все сделано, что ничего делать не надо. И просто надо получать удовольствие и все. А жена будет только ездить? Или вы тихонечко будете у нее иногда забирать ее? Ну, естественно, буду забирать. Покататься. 135 лошадей в М-Ланцере уже маловато. А 180 лошадей в новой Октаве. Это замечательно. А в целом, вот как ваше впечатление от Октавии? Вы знаете, я ее, когда выбирал машину, вначале даже не рассматривал. У нас в обоих были Ланцера, 9-е, универсалы. Вот так вот случилась такая большая семья, собака, двое детей. И нам было удобно перемещаться на обоих. А как-то вот сел. Ну, я еще такой человек, пользователь багажника. Я подхожу всегда к машине вначале с багажника и смотрю, большой багажник или нет. Поразило то, что действительно большой багажник, действительно удобно трансформируется. И по ширине, прежде всего, он удобный. Потому что вот кто играет в хоккей, тот меня поймет. О, да. Такое понятие, как хоккейный баул. Ага, страшная вещь. Никуда не влазит. Никуда не влазит, тем более играю я вратарем. У вас там два баула. Это нужно автобус покупать, либо Октавию. Да. А вы жена, двое детей, семья. Да ничего подобного. Клюшка и валенки. Да, клюшка и валенки. Все правильно. И вот машина поразила меня своей функциональностью и удобством. Все правильно. Дальше уже вопрос, в общем-то, не стоял. Как-то однозначно да. А цена какая была на это однозначная да? 935 тысяч рублей. Ну да, практически под миллион. Да, ну это был бюджет, поэтому это наступило на горло песни взять совсем топовую комплектацию, которая за миллион сто, и приобрел вот такую разумную комплектацию с хорошим быстрым мотором. Ну да, было бы опасно наступить, например, на горло жене. Лучше песни. Вы тут в этом отношении правы. И, Сергей, нужно еще один такой вопрос? Да, Варат, кстати, по поводу турботаймера, пока не ушли далеко. Ставить его не обязательно просто перед тем, как выдернуть ключ из замка зажигания на холостых оборотах одну минуту. Вот спор о турботаймере. Да, вот спор о турботаймере, это спор из серии, с какой стороны куриное яйцо разбивать, сверху или снизу. 50% доцентов говорят проценты, а 50% доцентов говорят проценты. Угу, я вас понял. Хорошо. И такой коротенький вопрос. Пока ездил, смотрел машины, присмотрел себе машину, я в Altea Freetech. Угу. И, ну, бешеная машина, ну, просто в душу потихонечку вкрадывается. А такой вопрос, все-таки ручка или автомат? Ну, там будет DSG, скорее всего. И с DSG, по нашей жизни, это, конечно, автомат, он лучше. То есть ручка уже, ну, сколько можно. Тем более полный привод, такой ящик удобный. Рискните все-таки на DSG? На DSG, да? Ну. А я правильно же помню, что вы говорили как-то в одной связи в передаче, что как-то шкодовцы научились из DSG делать коробку, которая не ломается, несмотря на то, что это все, кстати, в одинокий бренд. Да, они для этого стали обычный автомат ставить. Сразу проблема отпала. Они на Octavia, вот в предыдущем кузове, на 1.8 поставили автомат шестиступенчатый. И никаких проблем по DSG у них после этого не было вообще. Молодцы. И это просто было одним из плюсов, почему Octavia. Это было чрезвычайно грандиозным плюсом. А сейчас тем более новая Octavia, новые надежды, свежие, что все будет совсем хорошо. Ну, а по Seat, Freetrek это удивительная машина. Ей аналогов мало, она абсолютно бешеная. Но поскольку вы играете в хоккей, и это характеризует вас как человека заоблачной совершенно смелости, вы же не трус, вы же играете в хоккей. Поэтому на Freetrek вам будет даже увлекательно. Как вы только валите в рубь 40 в поворот на все деньги, вот тут-то, эх, какая красота. Саша, спасибо большое, я вас понял. Какие блистательные перспективы. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Спасибо за вашу передачу, очень интересно, очень познавательно. Я вот недавно присоединился к вашей аудитории. Давайте пообщаемся, Денис. У нас как раз для этого, у нас есть немножко времени, чтобы просто потрепаться про машины. Да, 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 да. Вот, Сергей, вот хотел бы поделиться опытом обслуживания у официального дилера автомобилями Hyundai AX35, бензиновый двигатель с полным приводом. И вот история получилась следующая. Значит, звоню я официалу, спрашиваю, просите, а сколько у вас стоит там до 30? Мне говорят, там, 9 тысяч. Приезжаю, объявляю, 12. Вот, ну, как бы 12, ну, пришлось заплатить 12, потому что больше ничего вычеркнуть нельзя было. Все перчаточки, тряпочки, там, все оттуда полубрасывал. Домой прихожу, смотрю в книжку, а вот написано то, что в машину заливается 4 литра масла, а официалу заливают почти 6. Ух ты! И мотор в этот момент должно было разорвать просто целиком от 6 литров. Да, да, да. Собственно, звонил я официальному дилеру, говорю, ребята, а вот что там, что за дела? Они говорят, хорошо, мы вам вернем ваши вот там 3 тысячи рублей, но вам на счет вернем. Ну, за предыдущие то они, естественно, отказались мне деньги возвращать, где тоже заливалось по 6 литров. Представительство тоже, как бы, на это дело промолчало, когда я обратился к ним, и сказал, хорошо, мы проверим, и как бы на этом все закончилось. После чего официальный дилер мне перезвонил и сказал то, что говорит, уважаемый, у вас какого цвета щуп для двигателя масла смотреть, оранжевенький или желтенький? Говорит, если вот оранжевенький, то тогда туда 6 литров влезает, а желтенький 4. Вот, собственно, вопрос, да, насколько это все правдоподобно, стоит ли вообще смысл бодаться с ними дальше, да, и действительно ли такая ситуация с Hyundai, с этим X35, потому что у них на одних и тех же машинах в одни 4 литра влезает, в другие 6 литров влезает и отличается только цветом щупа. Все-таки как хорошо, что кто-то смог добиться реального воплощения, дифференциации мира по цвету штанов. Кинзадзанам это только обещала, а Hyundai наконец-то воплотила в жизнь. Я думаю, что на следующем витке голодного пайка они вам вольют литров 12 туда, если надо 20, если вы будете молчать, то 30. По поводу того, какой щуп, знаете, вот вас это не касается. Вы открываете документ, там написано 4, открываете бумажку, там написано «залили 6». Эта разница в 2 литра, она довольно подробно описана в статье 159 Уголовного кодекса, называется «мошенничество». Потому что путем обмана либо злоупотребления доверием из вас получили лишнее количество денег. В связи с чем это не ваша забота разбираться в технических параметрах автомобиля. Это обязанность дилера в данном случае доказать вам, что они были правы, когда под желтую крышечку заливали вам 6 литров, а не под синенькую, не под красненькую и не под зелененькую. Еще в шинку должны были пухнуть за ваши деньги. А, кстати, вот в чем была разница между 9 тысячами и 12? Какой объем работ добавился? Или вам по телефону наврали? Это вот, ну, мастер вообще объяснил следующее, да? То есть я мастер задал вопрос, говорю, простите, мне вот по телефону сказали 9, а вы мне вот сейчас вот описываете 12. Он ответил, говорит, они по телефону ничего не понимают, вот у нас вот все правильно. Значит, по телефону, Денис, прозвучало официальное заявление, и вам обозначили цену. Понимают они или нет, это опять-таки не ваша забота. Я когда с кем-то по телефону общаюсь, я первым делом записываю, как его зовут, потому что потом бывает довольно интересно пообщаться еще разочек по его поводу с начальником. Значит, вам официальный представитель фирмы заявил, что это стоит 9 тысяч. В соответствии с квалифицирующими признаки статьи 159, с вас сняли 12 тысяч. Вот, в принципе, уже можно спокойно идти в местное ОВД и подавать заявление по признакам 159, мошенничество. И посмотреть, какая нежность во взоре дилера будет читаться в следующий ваш визит. Спасибо, Сергей. Вот еще один вопросик. Вот не подскажете, коробки DSG на автомобилях Volkswagen Golf Plus с двигателем 1.4. Да, то есть насколько это живучая вообще коробка, насколько это живучие двигатели? На общих основаниях. Это вот как раз та самая DSG, на которую по всему миру продлили гарантию до 5 лет, потому что, как выяснилось, конструкция гениальная на бумаге, но забыли про овраги. Ну, слегка бывает, чуть-чуть не работает, самую малость, поэтому 5 лет. Вы хотите... А это имеет отношение к году покупки автомобиля? Или у них там 12-й год, там 10-й год, разницы между коробками никакой нет? Никакой, только та, которая 10-го года хуже, чем та, которая 12-го. Потому что старше, да? И в том числе и потому, что старше. И в том числе и потому, что в 10-м году они еще упирались, сделали распальцовку и объясняли, что это пользователи виноваты. А в 12-м году, когда они поняли, что судебные иски их разорят, они сказали, ну да, на самом деле, пользователи, конечно, виноваты, но мы на всякий случай этим неумным пользователям, так уж и быть, дадим еще несколько лет сверху гарантии. Потому что загнали в угол, потому что понятно, что конструкция сырая. Гениальная, но сырая. Ну, к сожалению, так иногда бывает. Константин, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Спасибо вам большое за передачу, очень приятно вас слушать. Спасибо вам. У меня вопрос по марке Kia Cerato. Так. Езжу на этой машинке два года, ну, уже успел полюбить в кавычках дилера, после того, как они мне поменяли один амортизатор по гарантии вместо двух. Константин, оставайтесь на линии, продолжим после новостей. Новости будут короткие. Спасибо. Константин на связи. Вы как раз хлебнули свежего дилерства Kia. Да-да. Здравствуйте еще раз. Да. Что за дилер у вас такой хороший, заботливый? Ну, не хотел бы. Да почему же? Рекламу или антирекламу, потому что в последний раз все-таки отнеслись с пониманием, ибо у меня такая, может быть, необычная проблема. Плавающая такая ошибка в коробке передач шестиступенчатой, а именно датчик температуры масла иногда, когда ему вздумается, показывает, что на улице большой минус. И, соответственно, начинал переключать передачи в зимнем режиме, с рывками, а когда я доезжал через 2-3 дня записи к любым дилерам, все это уже благополучно пропадало. Ну, и вот в последний раз я все-таки приехал к дилеру, они взяли меня сразу, поэтому не хотел бы отзываться о них, потому что совсем плохо. То есть поймали дефект они? Да, они поймали дефект, увидели, что в сентябре стало вдруг минус 16 в Москве, ну и, слава богу, заказали этот несчастный датчик. Вот буквально завтра уже еду менять его. У вас праздничный костюм, белая рубашка, хорошее настроение, вы уже в восторге, потому что датчик. Да, однако, предварительно я спросил про работы, ну, мне объяснили, что там открывается коробка, сливается масло, потом ставится датчик, и потом они зальют мое старое масло в эту же коробку. Что меня, в принципе, очень сильно удивило. И я вот не знаю, как вы реагируете, как реагировать на это. И чтобы сказать дилеру, чтобы они, ну, наверное, новое масло залили. Пробег у машины 38 тысяч. А они что, считают, что там масло на весь срок службы, что ли? Нет, они сказали, что Киа представитель не оплатит эти работы, соответственно, они возьмут чистую баночку, сольют туда мое масло, и потом его туда же и зальют в коробку. То есть, в случае гарантийный за исключением масла? Ну, видимо, да. Понятно. В таком случае вы потребуете от них гарантии в присутствии вас, что они соблюдут, я не знаю, как произвести это на русский язык, соблюдение стерильности и технологии аналогичной заливки масла на заводе. Поскольку они берут ваше старое, заливают вам старое, соответственно, они перед тем, как слить, коробку должны отмыть, чтобы ни капельки песочка туда, ни грязи не попало. И потом, когда они будут заливать, значит, банку они должны прокипятить, а потом обратно вам заливать. И пусть это все у вас на глазах, поскольку в данном случае это бред абсолютный, и они обязаны вам залить туда новое все, а они этого делать не хотят, только в силу собственного жлобства. Произведите на них доброе впечатление человека, который не остановится по поводу такой ерунды и выгрозит им печень в связи с нежеланием залить вам 4 литра масла. Вот эти 4 литра масла, знаете ли, это не те деньги, которые пятном на репутации имеют право остаться несмываемыми навсегда. Понятно. Объясните. А потом позвоните мне, Константин, и расскажите, что же это за такой дилер, который, например, ну не дай бог вам, отказал в замене масла. И мы с вами с удовольствием друг другу расскажем его название, где он находится, как зовут мастера, и предупредим всех остальных о том, что этого делать не надо. Например, ездить к этому дилеру. Хорошо. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Ну, вот эта история меня сильно удивила. Так же, как вот замена, например, одного амортизатора переднего вместо двух. Хотя даже на своей первой машине Жигули 2106, там, 14 лет назад, я если менял один амортизатор, ну не по гарантии, конечно, а сам, ну менял все равно два раза. Да, мы почему-то с вами знаем об этом, да. Да. Ну вот дилер сказал, что опять-таки оплачивается только один. Какие хорошие правила. Тем более вы видите, да, 10 баллов. Нет, ну я как бы ищу полноприводный автомобиль, потому что наездил, если хочется, все-таки полный привод. Вот, и вот как бы у меня единственный нюанс, то, что семья у меня шесть человек. Я вот смотрю в сторону Фортекс Торер. Да. Вот хотелось бы как бы узнать, есть ли какие-нибудь известные о нем минусы, потому что, в принципе, так особых не нашлось. У меня есть знакомый, который владеет таким же автомобилем и, в принципе, достаточно доволен. Но все-таки машина достаточно дорогая. Дорогая. Чтобы мне не ошибиться в выводе, все-таки 2 миллиона это приличные деньги, по крайней мере, я так считаю. А вот у вас, Александр, сейчас что под вами? Какая машина? Под нами сейчас Форт С-Макс. Так. И, кстати, ведь очень неплохой автомобиль. Все замечательно, все устраивает. Но поездил по скользким дорогам, приходилось. И все-таки хотелось бы, чтобы машина была полноприводная. Сколько ваш пробежал С-Макс? 160 тысяч практически. И насколько вы недовольны вот его технической стороной? Кроме управления на плохих дорогах, в принципе, я им полностью доволен. А по ресурсу что-нибудь отвалилось такое недостойное? Ну, один раз лопнул радиатор. Ух ты. В принципе, все, что произошло. Странно. Почему же радиатор-то? Ну, да, было удивительно. Но, тем не менее, он лопнул. Машина закипела. Ну, соответственно, закипел. Я еще не знал, что лопнул. На сервисе сказали, что лопнул радиатор. Поменяли радиатор. Все стало в душе. Понимаете, Александр, к чему я клоню? Вот, когда вы пытаетесь, в том числе, апеллировать к удовольствию полученному кем-то из ваших знакомых от Эксплорера, то в немалой степени это по анекдоту, с каким настроением слона продавать, а с каким не продать. И вот ресурс и качество автомобиля во многом зависит от водителя. Ваша предыдущая, вот нынешняя, по крайней мере, S-Max, показывает, что вы очень достойно обращаетесь с техникой. Она вам пытается ответить той же самой монетой. Поскольку сам по себе новый Эксплорер – это большой легковой автомобиль. У него действительно полный привод. У него совершенно невыносимая система, которую писал ему на программном обеспечении, на уровне программного обеспечения Microsoft. Вот тот самый борткомпьютер, который отвечает за сервисные функции и живет посредине салона в красивом дисплее. Вот он довольно странен, и опыт тех людей, которых я спрашивал, говорит о том, что эта машина не стоит 2 миллиона и доставляет много хлопот. Но все-таки человеческий фактор здесь первичен. Сам по себе усредненный аппарат по завышенной цене с серьезным налоговым послесловием. Но когда за руль садитесь вы, у кого, например, S-Max прожил 160 безбедных тысяч километров, это не то же самое, что у любого другого. И ваш Explorer будет лучше, качественнее, интереснее и целостнее, чем любой другой Explorer у любого другого владельца. То есть для вас эта покупка, что называется, в показаниях. Для остальных, скорее, в противопоказаниях, поскольку достоинств у этой машины меньше, чем нюансов. Но идея у нее гениальная. Альтернатив я просто не нашел, в которых было бы 7 мест и был полный привод за те же деньги. Все остальное получается дороже. Альтернатива есть, но она не лучше. Потому что вот это домашнее задание все фирмы написали очень близко к тому, как хотела учительница. И получилось, в общем-то, то же самое, поскольку 7-местный, например, есть Honda Pilot. Но его рекомендовать тоже я бы не стал. Он по управляемости, несмотря на свои четыре грибущих колеса, еще тот оволень. Он американец из штата Алабама. И представление о зиме, снегах, льдах и торосах у него чисто книжное. Поэтому полноприводный он совершенно беспомощен. Хотя при этом, да, вот, например, он 7-местный. Есть еще такая штука, как Toyota Highlander. Она тоже 7-местная. И, ну, в общем-то, у нее вот теперь уже наконец-то в организме появилось понимание полнопривода. То есть это была самая бесполезная полноприводная машина в истории Toyota. Теперь ей наконец-то в связи с рестайлингом добавили туда функционала. Она уже может, по крайней мере, поскользнувшись на банановой корке, хоть как-то с нее уехать. Раньше не могла. То есть в целом, ну, они все так сделаны, знаете, нечто среднее. То ли 7 мест, то ли полнопривод, и то и другое очень условно. Поэтому Explorer не хуже и не лучше. Остальные, их еще, наверное, штук 5-7-местных. Но, в конце концов, остается дальше уже Discovery нового поколения или какой-нибудь же Range Rover. Они тоже 7-местные. Но Discovery у него, они 7-местные, но там 2 последних места. Они, во-первых, маленькие, а во-вторых, в отличие от Explorer, очень мало остается места для багажа. Его практически нету там. Я рассматривал. Да-да-да. Но цена еще 3 с лишним миллиона. Это уже в 100 раз дороже. Да, есть еще такая страшная машина, как Chevrolet Trailblazer. Она тоже 7-местная. Она жестко 7-местная, конкретно 7-местная. Но она сделана топором, вырублена из единого куска железа с пластмассой. И, ну, машина довольно странная. Хотя внедорожник, вот прям конкретный внедорожник. И стоит дешевле. Она там до 2 миллионов, она практически заканчивается. Вот она полноценно 7-местная. Но сзади тоже место после спинок 5-го и 6-го сидения. Остается только немножечко там на памперсы. Вот именно поэтому я говорю, что для вас Explorer вполне подходящая машина. Потому что вы его потребительские свойства весьма средненькие. Своим качеством вождения и отношение к технике улучшите. И именно у вас эта машина проживет долгую счастливую жизнь. А сама по себе она обычный середняк. Она вообще сделана из Volvo S80 предыдущего поколения. Все. Как ни странно, до завтра.